здравствуйте друзья понедельник с утречка я на работу хорошо с точки зрения так сказать блогерской активности я хочу сказать что сегодня вот такое время что удобно очень быть американским блогером потому что тут каждый день буквально у нас такой цирк что весь мир иначе никак не оторвется брать это один президент только такой цирк устраивает все-таки есть еще другая страна там как бы кроме президента еще много чего вот так что интерес из интересненького сегодня значит у нас есть губернатор штат калифорния по фамилии браун браун ему 79 лет мужик исключительно бодрый а надо сказать что хороший губернатор действительно он и финансы в порядок привел такой очень матерый опытный дядька и такой незаметненький так он все правильно делает и так и не выпендривается в общем браун слетал в китай с тамошним кто он там премьером значит побратался на почве того что калифорния остается в парижском соглашении по климату по выбросам всякой гадости в атмосферу и больше того такая как бы коалиция что ли создается из 13 штатов буквально пару дней назад выступил кто это был то я боюсь соврать помог по моему губернатор пол губернатор штата нью-йорк я боюсь соврать вот из нью-йорка который то же самое сказал и коалиции из 13 штатов я подозревают те самые штаты которые голосовали за хиллари то есть как бы в большинстве были на демократической такой стороне вот они то есть если бы это была одна калифорния конечно это не не имела бы не какой-то фундаментальной такой ценности но с учетом того что это 13 штатов причем таких как бы если мы посмотрим на калифорнию которая сама по себе является шестой экономикой мира добавить к этому там еще нью-йорк и я не знаю кто остальные 13 так можно догадывать вот не неплохо получается во каком случае неспособность неспособность администрации как бы белого дома достучаться до вот каких-то штатов ну как-то найти находить общую платформу и так далее вот это метод выкручивание рук если ты не с нами мы тебе сейчас федеральное финансирование перевежем при том что перекрыть федеральное финансирование это не то что президент решает а все-таки там есть законы конституции там адвокаты суды и так далее поэтому это тоже все такое как сказать дешевка такая рассчитанная на ну вот на контингент как бы сказать администрации это президент и вот какие-то сдвиги сейчас готовится в калифорнии значит видя что с вашингтоном договориться не получается сейчас готовится готовится законы причем много там целая серия законов калифорнийских которые ну как бы может сказать специфику штата будут реализовывать без без того чтобы иметь какую-то поддержку там из вашингтона один закон это закон о медицинской реформе медицинской системе штате калифорния так называемый а сингл pr system это когда каждый человек платит там какой-то налог государство платит ну штату наш штат а штат уже обеспечивает всех граждан независимо ни от чего обеспечивает некоторым базовым уровнем медицинского покрытия страхование что отличается как бы принципиально от системы когда каждый из нас индивидуально что-то купил что-то не купил вообще не купил поменьше купил побольше купил и вот 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 это вот значит вот эта система называется с ингл пэрси health care system и это то чего демократам не удавалось провести даже внутри себя особо потому что как бы слишком такая левая идея слишком социалистическая ну вот во всяком случае в калифорнии они хотят это сделать еще один закон такой что превратить весь штат в то что называется сэнк через штат то есть такой штат где федеральная федеральные службы не могут там хватать и выдворять нелегальных иммигрантов тут конечно вопрос такой сложный да потому что с одной стороны если ты нелегальный то что тут делаешь с другой стороны экономика калифорнии очень сильно зависит от наличие людей на полях грубо говоря на стройках там и так далее это не значит что нужно нелегалов заманивать и какие-то бенефиты им давать чтобы они тут как бы приезжали там большими семьями пользовались всеми социальными благами там и так далее вот вот и речь идет не об этом но в государстве отсутствует система оборота сезонных рабочих она просто отсутствует поэтому альтернативой хорошей альтернативой с тем что сейчас происходит нелегальные мигранты было бы хорошая легально чистая прозрачная система и так далее и не обязательно чтобы они из мексики были продать мы могли бы то пусть узбекистану приезжают если что но вопрос в том что этой системы нет альтернативы и нет а грохнуть нелегальную иммиграцию при условии что альтернативы нет это фактически убить значительной степени экономику штата сельскохозяйственную часть во всяком случае строительную тоже да в общем вот такой такой закон у них готовится что там еще не помню но за ключи до собственной валют они не дойдут я вам обещаю так как вы такой задачи нет вот и трамп выносит уже уже сегодня ругался что там такое там грозился там и так далее но в общем и в целом получается такая история что как бы движение снизу началось то есть ждали 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 там но вот как-то наладится там но может быть что то идет а сейчас уже перестали ждать и уже несколько штатов сейчас готовят судебные процессы а против трампа по каким-то там обстоятельствам мы сейчас пока в это дело не лезем потому что вот пусть сначала пусть сначала начнут сегодня апелляционный суд сан-франциско федеральный апелляционный суд 5 дистрикт 5 округа да по кругу направились к нам три судьи они в принципе еще со времен билла клинтон билл клинтон рекомендовал и их еще избрать надо не то что билл клинтон их назначил но он как бы с его подачи он такой либеральный очень суд и они рассматривали вот этот вот travel ban трампа суд был операционный потому что гавайский федеральный суд я там ему не понравилось кончил на днях было решение 4 дистрикта 4 округа операционный суд федеральный тоже значит не одобрил прохождение этого бана на том основании что трамп в своих твитах говорил что нам нужен бан там и все такое ну то есть как бы он вроде закосил что типа чистенькая такая процедура вроде все а на самом деле как бы понятно что он хотел сделать этот суд тоже сделал там еще посильнее там он зажал но идея была в том что во первых они ссылались на твиты трампа в частности от 5 буквально от 5 июня вот вот ну где он писал что нам нужен travel ban и там плохие страны надо их значит там перекрыть и ссылались частности на то что господин шон спайсер который является пресс-секретарем белого дома он официально заявлял что твиты президента трампа являются официальной позиции то есть это это не то что лично он где-то свободное время а это все официально поэтому как бы сказать можно сказать дотвитился в известном смысле вот так что значит браун калифорнийский губернатор назначил генеральным прокурором штата а терни дженерал называется некого господина с латиноамериканскими корнями который много лет был сенатором в власти нет не сенатором конгрессменом он был конгрессменом знает так сказать ходы и выходы там в вашингтоне и он будет вести процессы которые штат калифорния значит собирается возбудить там против трампа не только штат калифорния там еще есть поэтому я бы сказал что некоторое обострение происходит то есть то поляризация которую трамп как бы начал создавать еще со своей избирательной кампании вот эта поляризация достигает некоторого уровня серьезного то есть мы имеем сколько там еще почти пять месяцев администрации ну скоро будет пять месяцев через там через неделю будет пять месяцев но за эти пять месяцев уже наворочено столько что в общем какое-то действие начинает вот от от слов от его возмущений там от балабольство вот какие-то действия такие начинаются так что будет будет о чем поговорить посмотреть вообще надо сказать вот эта ситуация вот с таким президентом не имеет аналогов в прошлом вот не было такого не с чем сравнить нельзя сказать вот в такой ситуации он было принято такое решение как бы все все подвигается сомнению а как а что они понятно и надо сидеть и чесать репу и соображать и много разных мнений и я думаю что вот этот переполох как бы сложившийся приведет к тому что во первых люди будут лучше знать свою страну конституцию закон там и так далее тоже интересные там детали проявляются во вторых система может как-то будет немножко меняться подстраиваться там и так далее вот под новой реалии да пишут что пишут что у республиканцев как бы напряженка с реформой здравоохранения потому что такая борьба была жесточетная в палате представителей когда вот она сдвигалась сдвигалась вот но как бы вправо потому что не хватало голосов правых и внутри республиканской партии вот им какие-то уступки там делали но ну например вот сказали что штаты могут по своему усмотрению отменить вот эту идею которая заложена баба макер то что страховой полис должен обеспечивать 10 базовых покрытий там и с головой проблемы в смысле если у человека там покрыт там много всякого психологическая помощь но и вот им как бы такую уступку сделки ну по выбору если какой штат не хочет может отменить значит и вот как-то вот им удалось правых там подтянуть к этому делу да они еще хотели отменить им пошли на на уступку в том смысле чтобы уйти от этих при кондишинс то есть существующие заболевания чтобы покрывал полис те которые уже больше нельзя было их исключить но тоже вот это как бы фактически фактически похоронили то есть они такую как бы минус сделали типа не совсем похоронили а как бы так ну как бы так но на самом деле убили эту эту позицию и и это кстати вот именно эта позиция самым серьезным образом ударяет по людям живущим тех штатах которые поддерживают трампа что интересно там именно там самое большое количество людей с вот этими при кондишинс а теперь это в сенате все а в сенате народ более умеренный и кроме того ну тоже выборы опять не за горами знать там полтора года осталось а это вопрос фундаментальный не про не забудут через месяц как-то голосовал да вот хотя надо сказать что на это на выборах которые будут в ноябре восемнадцатого года там переизбирается там треть сенаторов но из них в основном демократы и только десять республиканцев и из них парочка так таких что сидят не очень уверенно вот есть таких нескольких но то есть как бы зона риска поэтому когда они закон принимают все-таки мне хочется большинство терять там очень много такого политического поэтому нельзя подставлять мужиков там в общем надо как-то выкручиваться много много разных интересов и вот получается такая история что непонятно то ли они вообще не смогут уже и в сенате договориться по этому делу то ли друг другом ну сами собой внутри республиканцев то есть республиканцы довольно таки либеральные тоже есть то ли они примут такое что приведет в ярость тех которые в палате представителей то есть им придется сдвигаться влево для того чтобы принять этот самый закон им придется сдвигаться влево в ту в ту самую версию которую в в палате представителей такие ярые консерваторы называли облегченным обама керам такой обама керлайт поэтому вообще вообще непонятно то есть вот как то вот все вот так но им нужно что-то делать с принятием реформы здравоохранения то есть ли вообще похерить я не знаю так что довольно стыдно либо принять не по ним не поймешь чего но у них есть много очень важных дел которые нужно обсуждать в законодательном ключе да это и с инфраструктурными инвестициями из это большие суммы это все-таки триллион долларов там хотят положить это очень очень серьезный вопрос и плюс реформа налогообложения которые они еще не приблизились никак и которую оптимисты говорят что в этом году успеют а не то чтобы оптимисты говорят что вряд ли вряд ли успеют в этом безусловно вот все эти скандалы и слушания в разных комиссиях там и так далее вот завтра будет генеральный прокурор господин сэшнс будет докладывать неожиданно он так для всех сказал я хочу доложиться потому что на него там тоже бывший директор фбр господин коми на него там ну так вы высказал про него немножко так он намекнул что возможно есть еще один митинг с послом российской федерации который он не доложил вот и это большой скандал если это правда вот и плюс он его умолял там что кто-то его не оставлял больше наедине с трампом и в общем может быть он сейчас скажет что этого не было во всяком случае все с интересом ждут друзья столько событий столько всего интересного а вы тут с вами черти чем занимаемся с этим ладно счастливо